Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке музыки. Урок 26. Встречаем наурыз. Сегодня на уроке ты узнаешь, что такое бота и кто такой даулет кирей. С древних времен у всех восточных народов существует весенний праздник Наурыз. Мы отмечаем Наурыз 22 марта, день весеннего равнодействия, когда все небесные светила, звезды и созвездия, совершив годичный круговорот, оказываются в точке своего первоначального пребывания и начинают новый путь по этому бесконечно повторяющемуся кругу. В это время день равняется ночи, а затем дни становятся длиннее, а ночи короче. Наурыз – это Новый год, только по солнечному календарю. Его придумали не астрономы и ученые, его установила сама природа, потому что наступает время ее пробуждения от зимного сна и возрождения. По древним представлениям казахов, каждый год делился на 6 месяцев лета и 6 месяцев зимы. Граница этого деления – день весеннего равнодействия Наурыз. Летние месяцы олицетворяли положительный образ – добро, а зимние – отрицательный образ – зло. А сам Наурыз символизирует победу добра над злом. Наурыз – символ не только весеннего обновления, торжества, любви и дружбы, но также плодородия, завершения зимовки и подготовки к летнему кочевью. Наурыз – это праздник света и добра, единства всех людей на земле и понимания нашей неразрывной связи с природой, когда можно слышать первый весенний гром, когда почки на деревьях набухают и трава начинает активно расти. Природа открывается навстречу солнцу и красоте, а души людей – навстречу миру, добру и любви. Особое значение празднования Наурыза имеет число 7. Это единица измерения времени, важна для летоисчисления. Пригласить в свой дом 7 гостей и побывать в 7 домах должен каждый. Главное ритуальное блюдо праздника – наурусскую жир. Состоит из 7 компонентов – вода, мясо, соль, жир, мука, злаки и молоко, которые символизируют 7 элементов жизни – рост, удачу, счастье, богатство, здоровье, мудрость и покровительство небес. Наурусскую жир разливает 7 чаш и ставит перед мудрыми старцами. Есть еще одна важная традиция этого дня. Ахсакалы, старейшины рода, готовят к этому дню особые слова благословения – бата, которые надолго запоминаются и сохраняются в сердцах людей. Свои пожелания мудрые и уважаемые Ахсакалы заканчивают словами, которые слышали и наши предки много веков назад, но по прошествии столетий они не перестали быть важными и необходимыми. Пусть будет благополучным народ, пусть будет много белого молока, пусть наурус принесет изобилие, пусть все зло и все черные дела исчезнут, пусть духи предков всегда поддерживают нас. Казахские девушки и женщины всегда носили украшения. Это были кольца, серьги, ожерелья, подвески, а также украшения для коз. И многие из этих украшений при движении девушки издавали красивые звуки. Знаменитый кюйши Даулет Кирей сочинил кюй Косалка, ожерелье. В этом кюе он изобразил девушку с красивыми украшениями, которые звенят во время танца. Субтитры создавал DimaTorzok А еще в нашей стране очень любят танец Хара-Журга. Он известен и далеко за пределами Казахстана. Его с удовольствием танцуют представители различных национальностей, так как язык музыки понятен всем без перевода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас давайте вспомним, и споем песню «Наурис». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Наурис «Наурис» 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 Субтитры создавал DimaTorzok